Порядка 25 лет сидим в этом офисе. Начиная с 1992 года, когда мы сюда въехали. И за все это время таких странных происшествий, как кража нашей вывески, ни разу не происходило. Куда пропали информационные вывески? Вопрос, который уже почти неделю интересует руководителей двух коммерческих организаций. Рабочий день 8 декабря в их компаниях завершился в обычном режиме. Но на следующее утро сотрудники офисов, расположенных на первом этаже здания Светландская, 145, обнаружили пропажу. Прояснило немного ситуацию видео с камер наружного наблюдения. Среди ночи, после 10 вечера подъехал грузовик белого цвета с люлькой, по виду похожий на коммунальные службы. Когда же все ушли, они вышли, осмотрелись, потрогали, что все закрыто и стали пытаться демонтировать нашу вывеску и вывеску типографии. Смутил у руководителя организации еще один момент, что после демонтажа вывески не погрузили в кузов машины, а унесли за дом. Тень подозрения легла на ТСЖ, так как информационные счеты еще год назад стали камнем преткновения между собственниками квартир дома и коммерческими предприятиями. ТСЖ местного дома стал нас сначала требовать заключить договор на аренду этой вывески, после чего мы не договорились по цене, они подали на нас суд. По закону мы не обязаны платить, потому что это вывеска, мы обязаны заявить о себе как предприниматели, что мы здесь находимся, мы оказываем данный вид услуг. Тем не менее, ТСЖ настаивала, что информационные вывески, которые висели на доме – реклама, поэтому добивались демонтажа. Однако воплотили желаемое не своими руками. Граждане прекрасно знают, у них в материалах дела есть все документы, которые лежат, о том, что эти вывески висели на демонтаже и то, что их сняла администрация города. Эту информацию подтвердили и в Управлении наружной рекламы администрации города. Действительно, они получили предписание Департамента информационной политики Приморского края о демонтаже рекламных конструкций по адресу Светланская, 145. В определенное время собственники его не выполнили. Была проведена комиссия 29 сентября под номером 12 о демонтаже. И на основании решения конструкции были демонтированы с 8 на 9 декабря. Там же пояснили, что демонтировали информационные конструкции в вечернее время, так как днем в центре города пробки. И чтобы еще более не усугубить ситуацию, такие работы они проводят после того, как стемнеет. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.